Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Фасад будет очень красивый. Это так называемый вентилируемый фасад. В округе полным ходом идет реставрация объектов образования. Какими темпами продвигаются работы, смотрите в сюжете. Здесь уже будет направленность именно врач-пациент, где уже происходит координация этого пациента. В Рибелецкой областной больнице начал свою работу консультативно-диагностический кабинет. Ну, прикольно. Я первый раз играю. Понравилось, конечно. Жалко, что мало. Где провести время всей семьей и при этом не заскучать, расскажем в сюжете. Идет заливка бетоном, выравнивание поверхности, армирование, установка борта. И заново мы снова будем ждать наших гостей, посетителей на каток. В парке Наташинские пруды скоро появится роллер-дром. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб отчитались в проделанной работе за отчетный период. Подробности далее. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило более 2000 обращений. 31 заявление стало поводом для возбуждения уголовных дел. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли по горячим следам 26 преступлений. По словам начальника ведомства Евгения Романцева, неделя обошлась без резонансных происшествий. Сотрудники межмуниципального управления занимаются совместно с образованием сдачи единого экзамена по охране общественного порядка и также с директорами наших парков занимаются охраной общественного порядка. 37 выездов совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. Пять раз тревожная кнопка срабатывала из-за возгораний в жилых домах. В результате пожара в частном секторе в Томилине погибла женщина. 18 июня в 0 часов 10 минут Томилина улица Хармазинат 31, дом деревянный, одноэтажный, частично с мансардой, кровлеметаллической, деревянной решеткой размером 10 на 15. По прибытию было открыто горение кровли по всей площади. В результате пожара обгорел частный дом на площади 100 квадратных метров. К сожалению, при разборе завалов обнаружено тело, предположительно хозяйка дома. А на сетях ЖКХ происшествий не было. Система работала без аварий в штатном режиме. В округе продолжаются плановые работы в МГД. В этом году в Люберецких домах предстоит заменить 39 лифтов и отремонтировать 149 подъездов. В программу капремонта вошло 135 жилых зданий. На данный момент в работе находится 44 многоквартирных дома. И работа уже выполнена на 35 многоквартирных домах. Вся информация касаемо ремонта подъездов, замены лифтового оборудования, капитального ремонта, размещена на сайте Люберц РФ в разделе ЖКХ. По графику идут работы и по наведению чистоты и порядка на придомовых территориях. В этом году по результатам голосования жителей на портале Добродел в программу комплексного благоустройства попало 34 двора. До конца лета на этих объектах установят новые детские спортивные площадки. В городском округе Люберцы состоялись публичные слушания по проекту изменений в устав муниципального образования. Проект решения о внесении изменений в основной документ разработан с целью приведения устава в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. В связи с внесенными изменениями в закон вопросы местного значения подлежат дополнению. Внесены изменения, связанные с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования и депутата. В первую очередь термин гражданство иностранного государства дополнен словом подданство. Также основанием для досрочного прекращения полномочий стало наличие гражданства подданства иностранного государства либо вида нажительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации. Предложений и замечаний по проекту от жителей не поступило. Публичные слушания признаны состоявшимися. Состоялось заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. Его провел Сергей Антонов. На повестке дня шесть вопросов. Первый о муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре. Назначить выборы депутатов. Совета депутатов муниципального образования. Городской округе Люберцы Московской области второго созыва на 11 сентября 2022 года. Также на заседании обсудили вопросы передачи в собственность Московской области Люберецкого противотуберкулезного диспансера принятия в муниципальную собственность 5800 тонн асфальтовой крошки для покрытия подъездных грунтовых дорог земельным участком, которые выделяют многодетным семьям и другие темы. По всем вопросам депутаты проголосовали утвердительно. Мемориальная акция «Свеча памяти» за несколько лет стала международной. В ночь с 21 на 22 июня огонь горел более чем в тысячи городах по всему миру. Жители Люберец тоже присоединились к этой акции. Ее ежегодно организуют волонтеры Победы и партия «Единая Россия». По всей России зажигают свечи в ночной тишине в память о тех, кто отдал жизнь во имя Победы. В годы войны на фронт призвали 50,5 тысяч люберчан. Из них более 17 тысяч обратно не вернулись с поля битвы. Победу в Великой Отечественной ковали не только солдаты, но и те, кто работал в тылу. Мы стоим напротив завода Ухтомский, который в те годы также выпускал военную промышленность. И не только он на территории Люберецкого района. На тот момент также ряд предприятий работали и ковали победу. Хор ветеранов «Дети войны» из посёлка Октябрьский исполнил священную войну. Слова этой песни, которая стала гимном защиты Родины, известный поэт Василий Лебедев-Кумач написал на третий день после начала Великой Отечественной. Жители округа почтили память павших героев, минуты молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Война оставила след в судьбе каждой семьи. У меня папа погиб в 1942 году. Слёзы. Слёзы тяжело. Выросла сиротой. Мой папа, моя мама, она была участницей великой отечественной. Она награждена, так как она работала в городе Люберце в годы войны. И мы, конечно, чтим и помним всех тех, которые не вернулись с поля боя. Сегодня очень страшный день, и я не хочу, чтобы война опять повторилась. Люберецкие молодогвардейцы и участники Всероссийского движения «Волонтёры Победы» на площади перед памятником воину-освободителю выложили свечами слово «Помним» в память о тех, кого никогда не вернуть. Я зажёг свечу в честь моего деда, который прошёл войну, но, к сожалению, его сегодня нет с нами. В этот день произошли просто ужасные события для всего народа, для нашей страны. Я желаю, чтобы... никогда такого не повторяло, чтобы люди больше не переживали таких эмоций, как тогда. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и ночей. СССР потерял в ней более 26 миллионов человек. Но советский народ смог выстоять в этой войне и победить фашизм. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотрудники правоохранительных органов вместе с Общественным советом при межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая в День памяти и скорби провели акцию «Помним о войне, гордимся победой». Живот свой за веру Отечества и народ положившим и сотворим вечную память. У мемориального комплекса «Слава» участникам войны и сотрудникам милиции, погибшим при выполнении служебных обязанностей, утром 22 июня представители двух конфессий прочитали заупокойную литию и поминальную молитву. Ты проявил милость, милосердие, свое прощение по отношению верующим, по отношению к тем людям, которые пали в годы Великой Отечественной войны. После совершения молитвы участники акции возложили к мемориалу цветы и выложили из свечей число 77 в знак 70-летия победы над фашизмом. Эта дата обозначена в календарях черным траурным цветом. 22 июня началась летопись одной из самых страшных и кровопролитных войн за всю историю человечества. В День памяти и скорби в Люберцах прошли митинги и патриотические акции. Наша съемочная группа приняла участие в торжественном возложении цветов у Вечного огня. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. С тех пор, как прозвучало это страшное объявление, прошел 81 год. Но память о том самом дне, когда история страны разделилась на до и после, жива до сих пор. У мемориала «Вечный огонь» собрались люди, которые застали тяжелые годы войны в самом раннем возрасте. Я родилась в 43-м в концлагере. Родители были угнаны. Мама уже была беременна мною. И я там родилась. По рассказам мамы... Голод и холод, это никуда не денется. Голод, холод, за колючей проволокой. Помню бомбежки, помню голод. Не могу сказать, что очень много помню, но осадок, так сказать. Почтить память павших героев пришли не только те, кто видел Великую Отечественную собственными глазами, но и представители разных поколений, которые знают о войне, из рассказов родителей, дедушек и бабушек и из урока в истории. 22 июня – одна из тех дат, которая объединяет всю страну. На территории нашего района, округа были развернуты и авиационные полки, которые защищали рубежи подхода к столице. Мы всегда будем помнить, всегда будем чтить наших героев. Эту память необходимо передавать и, конечно же, молодому поколению. 22 июня – короткая ночь, самый короткий рассвет. И началась та страница истории, которая, конечно, унесла жизни миллионов и миллионов людей в нашей стране и во всем мире. Но это страница истории, которая овеяна героизмом всех советских людей. В память о том самом героизме и о людях, чьей жизни забрала война, объявили минуту молчания. В 12.15 по московскому времени жизнь всей страны замерла на 60 секунд. После этого жители городского округа Люберцы возложили цветы у подножия памятника воину-освободителю. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните. Гуиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 81 год назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. С началом Великой Отечественной в рабоче-крестьянскую Красную Армию призвали более 5 миллионов человек. Из тех героев, кто в июне 41-го попал на фронт, сегодня остались немногие. Каждая из них – живая история. Во многих образовательных учреждениях округа есть музеи. Один из них размещен в кадетской школе. На стенах висят карты сражений Великой Отечественной войны, в витринах и на стеллажах, парадные кители и боевые награды ветеранов. На почетном месте – портреты фронтовиков, героев Советского Союза и легендарных летчиков, защитников московского неба. С начала войны на защиту неба Москвы встало 11 авиаполков. Один из них – 16-й истребительный авиаполк – базировался на нашем Люберецком аэродроме. Аэродром помнит имена Василия Сталина, Степана Микояна, Тимура Фрунзе и других летчиков. Свой боевой путь они начинали здесь, в Люберцах. От Бреста и до Камчатки нет ни одной семьи, которая бы не коснулась ужаса этой войны. Нет ни одного населенного пункта, где не стоял бы обелиск памяти павших. И в кадетской школе эту историю сохраняют. Одна из экспозиций здесь посвящена боевому пути наставника Люберецких кадетов, заслуженного военного летчика СССР Владимира Ялина. Наше знакомство с ним произошло очень интересным образом. Во время одной из акций нашей школе был подарен портрет Ялина. И он лично пришел вручить его нам. Вот экспозиция, посвященная этому человеку. В дар школьному музею Владимир Федорович передал свои фотографии, военную форму, шлемофон и планшет с изображением самолета Ан-22, который он освоил одним из первых летчиков. Полковник Ялин сейчас не часто выходит из дома, но гостям всегда рад. Вспоминать о войне 98-летний фронтовик не любит. Тяжело. Но 22 июня 41-го года навсегда изменила жизнь парня, который мечтал поступить в Институт лесного хозяйства. Война началась, призвали в армию, прошел комиссию, сказали в летное училище. Вот оттуда и пошло 41-го года. Владимира Ялина направили в Тулун. Курсант учебной авиаскадрильи прошел подготовку на самолетах по два. Затем окончил высшую авиационную школу летчиков авиации дальнего действия. Первый боевой вылет Ялин совершил в июне 44-го. В ночи летал бомбить фашистов в Полоцк. Позже были боевые вылеты в Тильзит, Ригу, Инстербург, Лебаву и Кёнигсберг. Думали, что каждый может погибнуть, потому что летишь туда, там стреляют тебе. И все к этому примерно были готовы. Я за живое стал врать. Это уже когда в Германию последние летали. В летной книжке ветерана более 7 тысяч часов налета. За годы службы Владимир Федорович освоил 10 типов самолетов. Уже после демобилизации 20 лет проработал на Ухтомском вертолетном заводе. Разрабатывал инструкции для летчиков. Ему было за 70, когда он ушел на заслуженный отдых. А когда исполнилось 90, решил написать книгу для потомков. Чтобы знали, чтобы помнили. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В поселке Красково началось возведение школы на 1100 мест. Новое общеобразовательное учреждение будет соответствовать всем современным стандартам. Бонусом для жителей городского округа станет стадион, где смогут заниматься все желающие. На каком этапе сейчас находятся работы, выясняла наша съемочная группа. Строительная техника и рабочие зашли на эту площадку 6 июня. На данный момент идет разработка котлована. Чтобы завершить фундаментные работы и выйти на ноль, строителям понадобится около трех месяцев. Мы планируем к октябрю закончить вертикальные конструкции и выйти на основной объем работ по монолитной части. Сейчас на площадке задействовано 20 человек. Количество строителей будут корректировать по мере увеличения объема работ. Будущая школа будет состоять из трех секций для младших, средних и старших классов. В четырехэтажном здании разместится столовая со своим пищеблоком, актовый зал, тематические кабинеты и два спортивных зала. Возможность заниматься физкультурой будет и на улице, причем не только у школьников, но и у всех жителей поселка на современном стадионе. В придачу к новому, крайне востребованному объекту образования, красковчане получат и новую благоустроенную лесопарковую зону. На территории площадки предусмотрено оборудованное место, где по просьбам жителей предоставлена возможность ознакомиться с паспортом объекта и разрешителем документации. Планируется, что новая школа начнет работу 1 сентября 2023 года. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт объектов образования. Школы и детские сады, закрытые на реставрацию, вновь встретят своих воспитанников 1 сентября. Одно из учреждений, которое попало под госпрограмму «Детский сад номер 12» в Октябрьском. Какими темпами там продвигается работа, узнала Луиза Игязарян. Этот детский сад объединяет в себе две эпохи. Вот эта часть построена в 1938 году, а вот эта уже в послевоенное время, в начале 60-х. Большую историю дошкольного учреждения будут хранить только стены. Это единственное, что останется нетронутым во время масштабного ремонта. Уже обновили кровлю, завершили внутреннюю отделку, заменили старые деревянные потолки и установили новые окна. Работа над преображением детского сада кипит каждый день и при любой погоде. Скоро строители займутся фасадом здания. Фасад будет очень красивый. Это так называемый вентилируемый фасад. Вначале фасад утепляется, устанавливается направляющая и облицовывается плитками 60 на 60 размером сантиметров. Либо это алюминий может быть крашеный, либо оцинковка крашеная, либо это керамическая плитка. В целом работа выполнена на 35%. До сдачи объекта осталось ровно два месяца. Сомнений, что строители уложатся в сроки на сегодняшний день нет. Направлены средства федеральные, областные, также и городского округа. И сейчас проходит активная стадия ремонта. К первому сентября сюда уже пойдут детишки в обновленный детский сад. Контракт у нас подписан до 24 августа. Новым будет не только здание детского сада, но и его содержимое. После ремонта сюда завезут современное оборудование и мебель. Преобразится и территория дошкольного учреждения. Во дворе установят малые архитектурные формы и поменяют ограждения. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В целях обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах устанавливают систему автоматизированного контроля загазованности. В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах до конца года на безвозмездной основе датчиками оснастят более 60% квартир муниципального жилого фонда. В целях обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах устанавливают систему автоматизированного контроля загазованности. В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах до конца года на безвозмездной основе датчиками оснастят более 60% квартир муниципального жилого фонда. Долго будет устанавливаться? Буквально 2-3 минуты. К установке автоматических сигнализаторов утечки газа в Люберцах приступили в середине марта. Сотрудники газовой службы на месте составляют договор, устанавливают прибор и рассказывают, как он работает. Если какая-то концентрация газа присутствует в квартире на отключающих устройствах или на газовом оборудовании, то сигнализатор сразу начинает сигнализировать. Звуковой сигнал издаёт и светит индикатор. То есть понятно, что уже сработал датчик. Нужно отключить газовое устройство от газа, кран на запорной арматуре, вызвать газовую службу для устранения утечки. Нина Подолина живёт в этой квартире на улице 3-е почтовое отделение почти 10 лет. Сигнализатор загазованности планировала установить давно, но не знала, какая организация обслуживает газовое оборудование в её доме официально. Тем более сейчас такие случаи происходят очень часто. Это взрывы газа, утечки газа. Так что большое спасибо за то, что делаете для нас. Теперь я спокойна за свою семью, за своих близких, за свой дом. В муниципальных квартирах Люберец с начала весны установлено более 400 датчиков. Все работы выполняют за счёт средств местного бюджета. У нас идёт полностью обзвон жителей по муниципальным квартирам. Размещается информация в социальных сетях. Также размещается информация на стендах многоквартирных домов, бесплатно устанавливать в каждой муниципальной квартире данные датчики. До конца года сигнализаторы загазованности установят более чем в 4400 квартирах округа. Это составит 60% от общего числа квартир муниципального жилого фонда. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах в этом году планируют приступить к строительству надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Его возведут на участке между платформой Ухтомской и станции Люберцы-1. О ходе реализации проекта узнали мои коллеги. Здесь мы эту улицу перекроем, сделаем пешеходным для безопасности граждан. В гараж будет заезд только по этому проезду. На месте, где построят надземный пешеходный переход, исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков, провёл воездное совещание. В нём приняли участие сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения, представители РЖД и административно-пассажирской инспекции. В этом году начнётся строительство нового пешеходного перехода через железную дорогу. Он очень востребован, так как проектная организация при самом выборе места и в моменте проектирования считала количество людей, которые проходят здесь в среднем, порядка 100 человек в час проходят по этому отрезку железной дороги. На участке от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 три основные народные тропы. В неустановленных местах люди переходят через железную дорогу десятилетиями. Только с начала года на железнодорожных путях в округе погибли 13 человек. Сломанные местными жителями ограждения работники РЖД восстанавливают еженедельно. Но свой привычный маршрут люди менять не готовы. Данное место, оно очень интенсивное. Сейчас провели работу по обрешётке, заварке забора. Со стороны третьего главного пути. Сейчас забываем со стороны главного пути про христом. Усилием далее уже металлическим каркасом, дабы постараться, чтобы простоял этот забор чуть побольше. Делаем опять же это в рамках того, что будет строиться надземный пешеходный переход. В настоящий момент проектная документация проходит экспертизу. Затем подрядная организация, которая выиграет конкурс на проведение строительных работ, приступит к реализации проекта. Преимущество этого пешеходного перехода на теме, которое делалось ранее, это лифт, это остекление стеклом триплекс вандалоустойчивым. То есть даже если что-то, какие-то нехорошие вандалы нарисуют, всё это будет легко смыто. И это привлекательный архитектурный вид современный. Надземный пешеходный переход в Люберцах планируют построить в течение двух лет. Его строительство администрация округа взяла под контроль. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Медики напоминают, угроза заражения ковидом сохраняется. В Люберцах продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Как и прежде, прививку можно сделать во всех поликлиниках городского округа и в стационарных пунктах. В одном из них, расположенном в торговом центре «Орбита», побывали мои коллеги. Первое, что вторую прививку не почувствую совсем. Сергей Лялек пришел на вторую ревакцинацию. После первого укола, сделанного год назад, мужчина каждые шесть месяцев посещает прививочный пункт, чтобы наверняка защититься от опасного вируса. О пагубном воздействии ковида на организм знает не понаслышке. Лежал в апреле 2020-го в больнице с 30% поражения легких. Я человек, веду здоровый образ жизни, не пью, не куврю, пытался пересидеть на ногах. Дышка сильная была, болезнь очень странная, тяжелая, непонятная. Не хочу больше с этим недугом. Старкинаться? Да, 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 совершенно верно. Придерживаться принципа «береженого Бог бережет» Сергей советует всем. По рекомендациям врачей, ревакцинацию стоит делать хотя бы раз в год. Особенно важно позаботиться о своем здоровье людям старше 60 лет. Ковид у нас еще не ушел, он не отступает. Конечно, стало меньшее количество заболеваемости благодаря первой вакцинации, которую люди проводили. Это все-таки дает какой-то положительный результат. В настоящее время в городском округе работает три стационарных пункта вакцинации. В торговых центрах «Орбита», «Светофоры» и в Центральном МФЦ. Ознакомиться с графиком их работ можно на официальном сайте Люберецкой областной больницы. Кроме того, прививку от коронавируса можно сделать и в любой поликлинике. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Доме офицеров прошел концерт, посвященный Дню медицинского работника. Его организовало Люберецкое отделение женского сообщества «Нежный бизнес», окружная общественная палата и местное отделение Союза женщин России. И дыхание станет ровней, и страдания отпустят куда-то. Врачи отмечают профессиональный праздник. Сегодня они сменили повседневную одежду на платье и костюмы. В концертном зале детской школы искусств врачи и медсестры, которые работают в государственных учреждениях и частных клиниках, и объединяет их в общее дело – забота о здоровье людей и спасение жизни. Ваш труд, он Богом благословлен, потому что мы находим и в Священном Писании, где Господь конкретно говорит своим людям, что «почитай врача, и по труду его благословлен Всевышний». Мы не приходим, когда нам хорошо, но мы уходим от вас всегда, когда нам лучше. Поэтому я желаю вам всем, вам самим, вашей семье, вашим близким родным, крепкого-крепкого здоровья. Я желаю вам благодарных и порядочных пациентов. Павел Карлов в системе Люберецкого здравоохранения почти 40 лет. Три десятилетия хирург посвятил Люберецкой больнице имени Ухтомского. Спас десятки жизней. Теперь работает в частном медицинском центре. Почему решил стать врачом, до сих пор не может найти чёткого ответа. Отец говорит, а ты знаешь, что твой дедушка знахарь был? Ну, к сожалению, с дедушкой пообщаться по этому поводу не удалось. А вот может какая-то генетика на каком-то уровне, не знаю. Старший сын тоже у меня сейчас в медицинском институте учится. Медицина практически моя вся жизнь. Я с 15 лет работаю. В городском округе Люберцы 11 государственных медицинских учреждений и свыше 100 частных. В них трудится более 5000 медработников. В отделении челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы открылся консультативно-диагностический кабинет. В новом подразделении оказывают как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Наша семечная группа узнала, с какими жалобами приходят пациенты к хирургам-стоматологам. Поломали челюсть, двухсторонний перелом. Первый раз выставили челюсть в Астрахани неправильно. Поставили криво. Мучился долго. Девять месяцев челюсть неправильно стояла. Не покушать нормально, не поговорить. В Люберецкую областную больницу житель Дагестана Денис Половинкин попал благодаря сарафанному радио. Челюстно-лицевые хирурги устранили последствия двух неудачных операций, проведенных в другом регионе. Спустя неделю пребывания в стационаре мужчина готовится к выписке. Результат лечения налицо. Все хорошо. Отек быстро спал. Не ожидал даже, честно говоря. Качество доступности, сжатые сроки оказания медицинской помощи – главные принципы работы отделения. Теперь придерживаться их стало проще. В блоке челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы появился консультативно-диагностический кабинет. Здесь уже будет направленность именно врач-пациент, где уже происходит координация этого пациента. Человек именно не уходит уже, так скажем, лечиться именно на другую медицинскую организацию. То есть у нас сокращаются именно сроки оказания именно плановой медицинской помощи и ожидания списка листа, так скажем, на госпитализацию. Сейчас она, конечно, составляет до месяца. В планах, так скажем, это будет именно сокращено до недели. В отделении челюстно-лицевой хирургии не только оказывают своевременную и качественную помощь пациентам, но и дают путевку в профессиональную жизнь молодым врачам. На базе стационара стажируются начинающие специалисты, которые в последующем устраиваются на работу. Самые перспективные врачи, как правило, остаются здесь, в Люберцах. Мама звучит гордо. В поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы проходят лекции для беременных женщин. С будущими мамами беседует медицинский психолог. Квалифицированный специалист отвечает на все интересующие вопросы, а также дает советы, как справиться с волнением перед родами. Подробнее о школе будущих мам расскажут мои коллеги. Жительница городского округа Люберцы Яна Тугалукова готовится к важному событию. В конце августа она впервые станет мамой. Встреча с сыном – для нее долгожданный и ответственный момент. По совету врача-гинеколога девушка стала посещать школу будущих мам. Роды – это естественный процесс все-таки. И каждая женщина проходит через это, проходила и будет проходить, естественно. И когда у тебя первые роды, ты в принципе не знаешь, как будет у тебя происходить. И когда ты уже направляешься, так скажем, рожать, то нужно все-таки как-то знать, что будет происходить, когда там какие-то ощущения. И как-то помогать все-таки врачу и малышу появиться на свет. Курс состоит из четырех лекций. Медицинский психолог затрагивает самые важные темы – от первых недель беременности до послеродового периода. По словам специалиста, самый актуальный вопрос беременных женщин – как справиться с волнением и страхом перед встречей с малышом. Настрой на позитив – это всегда, это по жизни каждому человеку должно помогать. Это не отказываться от поддержки, но она была не прям навязчивой, чтобы не летали над тобой, как над бедным птенцом, бабушки и прабабушки. Но всегда поддержка от самых близких людей, от нее не отказываться, не закрываться в себе ни в коем случае, не держать страхи и тревоги внутри себя. Школа будущих мам работает с ноября прошлого года в 3-й, 6-й и 10-й поликлиниках. Ее услугами воспользовались уже несколько десятков женщин. Уточнить расписание занятий и лекций можно у участковых акушеров-гинекологов. Луиза Егия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В рамках проекта губернатора Московской области «Клуб «Активное долголетие» в округе открыли осенью 2020 года. Его посещают жители старше 55 лет, которые хотят вести активный образ жизни. Им доступны 26 направлений активности, среди которых йога, суставная гимнастика, скандинавская ходьба, рисование, вязание, компьютерная грамотность. Наша семечная группа побывала на занятиях по спортивно-бальным танцам. Раз, два, три. Рабочие будни остались в прошлом. Теперь есть возможность посвятить время себе. Участники клуба «Активное долголетие» осваивают технику спортивных и бальных танцев. Вот что в нас с тобой открыли, и мы звёздами. Людмила Ванеева свою жизнь посвятила педагогической деятельности. Обучала студентов, будущих учителей иностранным языкам. Теперь свою мечту – научиться танцевать. С удовольствием притворяет в жизнь. Только выход на пенсию, только он помог и спас меня. И я поняла, что вот теперь настало время, когда я могу танцевать. Мы понимаем, что надо стараться, потому что хочется. Хочется идти к прекрасному, хотя с возрастом это всё тяжелее и тяжелее. Но мы стараемся. Астехандрос мучает. Но здесь о нём можно забыть. Самбо, пасадобль, ча-ча-ча, джайв и румба. Любови Симашко – эти танцы знакомы с детства. Но о профессиональной карьере танцовщицы Люберчанка никогда не мечтала. Работала главным бухгалтером. Когда вышла на пенсию, желание танцевать возродилось. Оно и привело её в клуб активного долголетия. Любовь к танцам, к танцам именно. Я прям обожаю футбольные танцы. Благодаря этой идее, что я сюда приду обязательно, жить хочется дальше. Научиться танцевать никогда не поздно, считает руководитель отделения спортивных бальных танцев при клубе активное долголетие Карина Зверковская. Её ученицам настолько интересно на занятиях, что даже в период пандемии их не прерывали. Занятия проводили дистанционно. Танцы – это движение, а движение – это жизнь. Это прекрасная физическая форма, достаточно активный вид тренировки. Это эстетика определенная. Мои прекрасные ученицы знают уже все пять танцев латиноамериканской программы и три танца европейской программы. Отделение спортивно-бальных танцев при клубе активное долголетие работает более двух лет. Его занятия посещают 30 человек. Мы ждём вас. Впереди прекрасное лето. Мы не останавливаем свои тренировки. Поэтому приходите, получайте удовольствие и присоединяйтесь к нашей команде. Всего в программе «Активное долголетие» зарегистрированы более 2500 люберчан. Присоединиться к программе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В парке «Наташинские пруды» проводят реконструкцию многофункциональной площадки. В зимнее время она служила ледовым катком, где проходили массовые катания, турниры и показательные выступления фигуристов. Теперь спортивный объект будут использовать для катания на роликах. Подробнее расскажет наш корреспондент. Эта площадка успела стать излюбленным местом жителей округа. Впервые массовые катания на льду состоялись в Наташинском парке в декабре прошлого года. В зимнем режиме каток функционировал до конца марта. Сейчас пришла пора трансформации для летнего сезона. Идет заливка бетоном, выравнивание поверхности, армирование, установка борта. И заново мы снова будем ждать наших гостей, посетителей на каток. Погода немного подкорректировала сроки завершения работ. Строителям понадобится еще чуть больше недели. Торжественное открытие роллер-дрома состоится 30 июня. Планируется, что в летнем режиме многофункциональная площадка будет работать до октября. Конечно же, наша задача вовремя открыть эту площадку. На площадке будет само собой освещение, музыкальное сопровождение. Работать она будет до позднего вечера. Можно в любое время прийти и взять инвентарь и попробовать себя в этом виде спорта. Так же, как и зимой, катание будет бесплатным. Заплатить придется только за прокат роликов, если нет своих. До сентября эта многофункциональная площадка примет несколько спортивных турниров. Здесь состоится Кубок городского округа Люберцы по роллер-спорту, соревнования по фристайл-слалому и фигурному катанию на роликовых коньках. Луиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах для детей и взрослых работает клуб военно-тактических игр «Берсеркер». В спортивной игровой атмосфере коллектив ЛРТ отметил юбилей антенной службы. Сейчас будем вести наступление. Кидай гранату, Саня! Это место, где каждый себя почувствует участником баталий. Страйкбол, пейнтбол и, конечно, лазер-так, в котором и состязалась за призовые места дружная команда ЛРТ. Наш телеканал имеет еще одно подразделение. Это антенная служба, которая обслуживает абонентов всего городского округа Люберцы. И вот именно антенной службе сегодня 25 лет. Сегодня мы решили поразвлечься как раз-таки в таком замечательном месте. Погода нас, конечно, немножко подвела. Пока на улице проливной дождь, действия происходят внутри. Кругом лужи, слякоть и полумрак. Но участникам все ни по чем. В таких условиях привыкли работать и журналисты, и мастера антенной службы. Ну, прикольно. Я первый раз играю. Понравилось, конечно. Жалко, что мало. Вот этот вот ажиотаж, попасть первым, прежде чем тебя попадут. Вид военно-тактических игр, такой как пузыр, так вот мы сегодня играем. Он не имеет поражающего элемента, он безболезненный. И поэтому для тренировки определенных навыков подходит как детям, так и взрослым. Клуб военно-тактических игр работает больше 10 лет. В городском округе Люберцы находятся две площадки. Всесезонная крытая игровая зона в поселке Калинино и полигон в деревне Марусино. Гостям здесь рады всегда. «Лазер так в любую погоду! Ура! Ура! Ура!» Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» прошел фестиваль ГТО. В нем приняли участие более 150 мальчишек и девчонок, которые весь июнь отдыхают в детских лагерях дневного пребывания. Челночный бег, подъемы туловища из положения лежа, наклоны вперед на гимнастической скамейке и другие испытания. Ученица инженерно-технологического лицея Виктория Чикрыжева нормативы выполнила с первого раза. «Я пришла попробовать свои силы. По результатам хорошим должна получить знак ГТО». Подготовка и участие в выполнении нормативов ГТО укрепляет здоровье ребят, воспитывает волевые качества, развивает стремление к победе и уверенность в своих силах. Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами. Сегодня на стадионе самые маленькие впервые. «С шести до восьми лет – это первая ступень, поэтому те детишки, которые сегодня пришли, они делают это первый раз в жизни, пробуют и доказывают, что они могут действительно быть конкурентами». В этом году нормативы «Готов к труду и обороне» выполнили более 500 самых юных люберецких мальчишек и девчонок. Наиболее подготовленные стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Участники клуба воздушной акробатики выступили перед люберчанами в центральном парке. Зрители увидели яркие акробатические номера и грациозные танцы в воздухе. На шоу побывали и мы. Выступление воздушных гимнасток хотел сорвать моросящий дождь, но пасмурная погода девочек не напугала, а только добавила адреналина. Варю Аткину родители привели в студию воздушной акробатики, когда ей исполнилось 7 лет. Тренировки давались непросто. «Самое главное – преодолеть страх высоты, а потом вот так будет». Зрители увидели выступление на кольце, полотнах и воздушной петле. По словам тренера, юные участницы шоу часто привозят в Люберцы награды соревнований. Хотя на первых занятиях их привлекает совсем не акробатика. «Качельки покачаться все ходят. Но мы чередуем нагрузку, а покачались». Клуб воздушной акробатики создан в Люберцах 8 лет назад. На регулярной основе его посещают 40 человек. Самым младшим участникам 6 лет. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Ближайшие выходные в городском округе Люберцы будут по-настоящему летними. По прогнозам синоптиков, температура к концу недели превысит отметку 30 градусов со знаком «плюс». Такая погода сохранится в Москве и области и на следующей неделе. Как подготовиться к палящему солнцу, узнали мои коллеги. «Побольше жидкости надо пить, одевать головные уборы. Ну вот женщины и бабушки правильно одеваются. Что-то легкое, несинтетическое на себя». «Пьем холодные напитки, едим мороженое, прячемся». «А пляж поедем?» «Да, скорее всего». «Ты будешь спасаться от жары там». Методы спасения от зноя у каждого свои. В такую погоду, особенно в полдень, лучше оставаться дома. Но если выход на улицу в пик жары неизбежен, стоит не забывать про головной убор и защитный крем. Находиться под палящими лучами солнца врачи советуют не дольше 20 минут. В особой зоне риска обладатели большого количества родинок и пигментных пятен. «50 на 50, может возникнуть риск возникновения злокачественных образований кожи. Поэтому нужно обязательно пользоваться солнцезащитными средствами, наносить их на кожу. Можно закрывать кожные покровы одеждой, головной убор обязательно должен быть. В принципе, всем опасно находиться под палящим солнцем, особенно детям до 3 лет. Это явно противопоказано». Любителям принимать солнечные ванны тоже стоит быть поосторожнее. Безопасное время для загара – рассветные и закатные часы до 10 утра и после 16 вечера. Иначе есть риск получить серьезные ожоги или солнечный удар. Чтобы лето было в радость, нужно руководствоваться этими простыми, но важными правилами. И помнить, что у природы нет плохой погоды. «Мне любая погода хороша. Вот любая. Пусть даже это жарко будет, пусть даже это холодно. Главное – одеться по сезону и быть довольны любой погодой». А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова